Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Часто люди так сильно ждут любви, что начинают обращать внимание на приметы, которые могут намекнуть на то, что счастье уже близко. Знание таких примет поможет вам не отчаиваться в трудные моменты жизни и вселит в вас вдохновение. Любовь всегда приходит неожиданно, поэтому точно предугадать ее приход невозможно. Однако некоторые знаки судьбы могут подсказать вам, что светлая полоса уже наступает. Вот некоторые приметы, которые предсказывают не только счастье, но и любовь. Друзья, если понравилось, то поддержите канал, поставьте лайк и подпишитесь, а также переходите в наш телеграм-канал, так вы не пропустите новые выпуски. Получить ушип локти, если это произошло неожиданно, то это может быть знаком того, что кто-то думает о вас в данный момент. Влетевшая в дом птица. Эта примета может говорить о том, что любовь или романтические отношения могут неожиданно ворваться в вашу жизнь. Спотыкание на пороге. Эта примета относится непосредственно к вам и вашему объекту вожделения, который находится в доме. Ваше спотыкание может означать, что у вас есть шанс настроить отношения. Увидеть во сне кольцо или луну. Это может быть знаком того, что вас ждет бурный роман или множество романтических приключений. Услышать крик петуха, если вы девушка и задумались о своем возлюбленном мужчине, то этот знак может означать, что вы скоро встретитесь с ним. Гнездо аистов на вашей крыше – это очень хороший знак, который предвещает счастье и благополучие в вашей любовной жизни, а также крепкий брак с детьми. Когда молодая девушка во время рукоделия уколет палец, значит она либо влюблена, либо ее кто-то будет искренне хвалить. Много птиц, постоянно сидящих на крыше дома – это может предвещать скорую свадьбу для молодых людей. Голубь, особенно белый, сидящий на окне или подоконнике, или влетающий в дом – это может быть знаком того, что девушка или парень найдут свою вторую половинку, и эти отношения закончатся счастливым браком. Увидеть радугу в холодное время года – это не только редкое, но и счастливое событие, которое предвещает перемены в вашей жизни к лучшему. Если вы случайно вступили в навоз, особенно правой ногой, то это говорит о вашем большом везении и богатстве. Сила данной приметы таится именно в неожиданности. Если вам повезло найти четырехлистный клевер – это верная примета, которая привлечет удачу и везение к вам, но при условии, если вы съедите его. А если вы нашли змейную шкурку, то обязательно закопайте ее под крыльцом дома. Это привлечет регулярное везение в ваш дом. Птица залетела в дом – это счастливая примета, которая как бы намекает вам о том, что в любой момент в ваш дом и в вашу семью может ворваться удача и везение. Некоторые люди ассоциируют данную примету с плохим знаком, но такие предрассудки относятся только к определенному виду птиц – к ласточкам. Случайно попасть под дождь, по дороге на важную встречу или в любой другой ситуации предвещает вам удачу и везение в любом деле, а также намекает на возможное улучшение отношений с другими людьми, если вы были в конфликте. К следующим благоприятным приметам можно отнести – севшую на плечо божью коровку, найти ржавый ключ или подкову, найти пять копеек, которые лежат на дороге гербом вверх, если к вам неожиданно прибился дворовый котенок. Какие признаки указывают на семейное счастье? Счастливая семейная жизнь является желанием многих людей и поэтому есть несколько интересных признаков, которые могут подсказать вам, что она может наступить скоро. Вот несколько хороших примет, которые предрекают счастье в вашей семье. Цветок гибискус – это чайная роза, которая может привлечь благополучие, удачу и любовь в ваш дом, но вы должны ухаживать за ним тщательно, чтобы он был здоров. Потерянное кольцо. Если вы когда-то потеряли кольцо и уже не надеетесь его найти, то его потеря и находка могут принести удачу и указать на крепкую любовь в вашем доме. Организация свадьбы. Большинство признаков связаны с церемонией бракосочетания. Например, слезы невесты перед регистрацией или во время свадьбы после полудня могут обещать крепкую семейную жизнь. Сны, в которых женщина ловит рыбу, получает драгоценности или видит молоко, могут быть приметами, указывающими на то, что она скоро станет матерью. Вот несколько полезных советов о том, как привлечь счастье в вашу семью. Если муж и жена используют разные полотенца для вытирания лица, это может укрепить их отношения и предотвратить ссоры. Кристильная одежда первенца может стать оберегом для семьи и принести счастье и достаток. Ее нужно хранить в недоступном месте и использовать только для крещения последующих детей. Цветок женское счастье, также известный как спатифилум, может помочь в сохранении гармонии в отношениях в семье. Ухаживайте за ним и следите за его состоянием, чтобы оценить благополучие вашей семьи. Фигурки целующихся птиц, такие как журавли и голубки, могут стать магическим талисманом для защиты брака и подарить влюбленным теплые чувства и верность. А вот обувь ставить нужно строго параллельно друг другу и так, чтобы они смотрели в одну сторону. Если будет иначе, то для девушки это плохо кончится, замуж она не выйдет никогда. Есть множество поверий, связанных с любовью и отношениями. Некоторые из них утверждают, что если красное яблоко само упадет со стола, то девушка скоро влюбится, а парень найдет свою возлюбленную. Если незамужняя женщина увидит свадьбу с цыганскими песнями на улице, значит она скоро встретит свою любовь всей жизни. Чтобы привлечь любовь, в доме должны быть красные розы или их изображения. Также говорят, что можно купить мужские тапки и поставить их в прихожей для незамужней девушки, и тогда скоро найдется муж, но не стоит экономить на шлепанцах, если вы ищете богатого мужа. Иногда, чтобы привлечь внимание, нужно изменить свой имидж. Необходимо выделиться из толпы и обратить на себя внимание мужчины. Существует также много примет, которые могут испортить отношения. Не следует встречаться на перекрестках или на мостах, назначать свидание под тополями, это может привести к расставанию. Подругам не стоит смотреть в одно зеркало, а также давать свои личные зеркала другим людям. Парень не должен дарить девушке туфли или сапоги до того, как она станет его женой, а девушка не должна дарить парню ножницы или часы. Также нельзя вязать носки, шарфы, джемперы парню, пока он не стал вашим мужем. Не рекомендуется целоваться на ступеньках и давать подружкам мерить подаренные мужчиной колечки и цепочки, так подруги уведут у вас мужа. Простое желание любви недостаточно, необходимо быть внутренне готовым принять ее. Это требует настройки энергии, что означает постоянное пребывание в благоприятном настроении, отсутствие агрессии и злости к окружающим. Важно также обладать уверенностью в том, что любовь скоро найдет вас и быть готовым к этому важному событию. Если настройка проведена успешно, то скоро можно будет заметить подтверждение внешнего мира в виде примет на любовь, на которые так надеется одинокое сердце. Однако важно не толковать приметы, слишком эмоционально и не выдумывать то, чего на самом деле нет. Знание примет, которые могут намекнуть на приближение любви и счастья, может помочь нам сохранять оптимизм и веру в будущее. Не стоит зацикливаться на ожидании любви. Не теряйте надежду, когда в жизни наступают трудные моменты. Важно оставаться открытым для новых возможностей и доверять своей интуиции. И пусть каждый из нас найдет свой путь к любви и счастью, несмотря на все трудности и испытания, которые приготовила нам жизнь. Для привлечения удачи, пишем ниже в комментариях под видео. Я желаю и принимаю изобильную и счастливую жизнь. Да будет так!